Лев Николаевич, ваш доклад 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 Лев Николаевич, ваш канал И по последним данным было исследовано, что на самом деле ни гистологический потип опухоли, ни ПДЛ-экспрессия, ни линия лекарственного лечения не являются каким-то предиктивным маркером развития гиперпрогрессирования, и только пожилой возраст и поломки генома, такие как амплификация МДМ-2 и аберрация ЭДЖФР являются относительными предиктивными маркерами развития гиперпрогрессирования. У пациентов на фоне иммунотерапии. И в этой ситуации действительно имеется корреляция между радиологическим и клиническим ответом в виде значительного увеличения опухолевой массы по данным радиологическим и, соответственно, ухудшением клиническим и лабораторным. Следующее понятие, которое совершенно недавно появилось в литературе, это симптоматическое псевдопрогрессирование. Впервые это было выявлено в исследовании у пациентов с мелкоклеточным раком лёгкого, которые получали антипедиа-1, антипедиа-1 иммунотерапию. Из всей когорты пациентов было выявлено 8 больных, у которых через 8 недель от начала лечения было зафиксировано некий рост опухолевой массы по радиологическим данным и значительное ухудшение общего состояния. Однако, так как это была уже терапия спасения, этим пациентам была продолжена иммунотерапия, и через 8-12 недель от начала было зафиксировано улучшение общего состояния и реализация эффекта именно по данным радиологическим. На просторах интернета нашла интересный, на мой взгляд, клинический случай. В случае пациента 44-х лет с диагнозом светлоклеточный рак почки, изначально была выполнена правосторонняя нефрактомия, через полтора года от первичного хирургического лечения был выявлен местный рецидив, повторное хирургическое лечение, дальнейшее прогрессирование в виде появления отдалённых метастазов лёгких и повторно местный рецидив. Была первая линия начата терапия таргетная с унитенибом, через полтора года от начала прогрессирования появление новых очагов лёгких. В тот момент в качестве второй линии была начата терапия неволумабом, субарно было выполнено 70 видений, однако с клиническим и радиологическим эффектом. Однако после этого у пациента было выявлено явное ухудшение общего состояния, появление остыни, потеря аппетита, болевой синдром, рост образования в ложе удалённой опухоли с образованием кожного свища. Было выполнено хирургическое, значит, экстренно-хирургическое вмешательство, и причём вот этот клинический случай был описан как действительно наличие опухолевой ткани по данным радиологическим. Выполнено хирургическое лечение, и по данным уже морфологическим опухоли ткани не было обнаружено. Только некроз и лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация. Вот такой парадоксальный случай. Всего было найдено мной три клинических случая, указывающих вот на такое симптоматическое псевдопрогрессирование, хотя по идее мы должны условно считать это истинным прогрессированием при увеличении опухолевого масса по радиологическим данным и ухудшением общего состояния пациента. В связи с чем, учитывая все вот эти атипичные паттерны ответа, система оценки эффективности претерпели некую эволюцию. Да, в итоге появился арицист, но даже адаптированные критерии в настоящее время не являются идеальными для того, чтобы правильно всесторонне возможно было оценить действительность эффективности ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, учитывая их специфический механизм действия и возникновение атипичных ответов. Это касательно радиологического и клинического ответа и корреляции между ними. Однако, возможно, есть смысл рассмотреть и патоморфологический ответ, лечебный патоморфоз и корреляцию их с радиологическими ответами. И вот исследование недавно опубликовано по ЦИН-НЕО, в котором в неоадювантном режиме у пациентов с меланомой кожи третьей стадии использовалась комбинация эпилюмаб с неволумабом в различных дозировках с дальнейшим хирургическим лечением. И было выявлено, что действительно есть частота расхождения ответов патоморфологических и радиологических объективных ответов, причем не у всех пациентов, имеющих полный патоморфологический ответ, был выявлен объективный ответ по данным радиологическим. И в связи с этим, я думаю, что актуально представить клинический случай из нашей практики. Пациент 62-х лет с меланомой кожи правой голени, метастатическим поражением правопахово-бедренного лимфатического узла и также отдаленным метастазом в мягких тканях правой голени. Изначально широкое сечение опухоли, биопсия сигнального лимфоузла. По данным гистологического исследования, извезленная узловая патолеидно-клеточная меланома с высокой метатической активностью и метастаз в бедренном лимфатическом узле. Параллельно с этим выполнена трепан биопсия образования мягких тканей правой голени. И там же также выявлена патолеидно-клеточная пигментная меланома с высокой метатической активностью. На данных изображениях представлен непосредственно метастаз меланомы в мягких тканях голени. После этого начата терапия антипедиодин ингибитором, клиническая и радиологическая стабилизация. Далее выполнена эксцезионная биопсия метастаза мягких тканей правой голени. По данным именно гистологическим выявлено замещение лимфоидной ткани фиброзной с очагами некроза. При выполнении иммуногистохимического исследования выявлено всего лишь 5% живых клеток. Субтотальное замещение предшествующего метастаза, бедренноклеточной меланомы, участками некроза, фиброза и скоплениями гистиоцитов. То есть в данном случае мы имели стабилизацию клинические и радиологические, однако по данным патоморфологическим у нас практически полный патоморфоз. Была продолжена терапия антипедиодин ингибитором у данного пациента. В связи с чем в заключении хочется сказать, что необходим интегральный подход к оценке эффективности иммунотерапии, и мы, наверное, все не устанем уже об этом столько времени говорить на каждой конференции, будем постоянно об этом повторять, необходимо использование одновременно нескольких критериев, потому что все-таки рецист версии 1.1 – это золотой стандарт, который нельзя списывать со счетов, и непосредственно на базлайне есть смысл использовать и рецист также, и уже в процессе лечения применять другие критерии одновременно. Также необходимо целесообразно выполнение реабиопсии с целью исключения псевдопрогрессирования и выявления лечебного патоморфоза. Ну и, конечно же, оценка общего состояния больного как проявление клинического ответа и его желания. Благодарю за внимание. Продолжение следует...